Ну, мне очень приятно приехать на «Белые ночи» в Питер и поучаствовать в программе. И думаю, что в последующие годы эта конференция станет ежегодной, возможно. А самое интересное, что если это произойдет, то вот эта тема будет обсуждаться, наверное, каждый год. Потому что это тема прорывного характера. И дело тут даже не в меланоме совершенно, о чем сейчас пойдет речь, а о том, что самая авторитетная большая конференция, а точнее Конгресс, хотя АСКО называется именно конференцией, а не Конгрессом, она в этом году фактически дала определенный карт-бланш этому направлению. То есть, если раньше мы говорили про иммунологию и иммунотерапию, как про что-то, во что можно верить, во что можно и не обязательно верить, то сейчас мы находимся, в общем-то, в какое-то время, которое не каждое поколение может застать. То есть, мы находимся уже фактически у сформированного направления, нового направления лечения рака. А вот тут только не работает она, куда мне ее направлять? Ну, давайте тогда вы сами мне помогите. Значит, это новое направление не возникло случайно, а является следствием интереснейших открытий, которые были сделаны больше 25 лет назад. И здесь вот в желтом квадратике сказано, что открытие интересного механизма, которым обладает лимфоцит. Этот механизм затем позволил, спустя 20 с лишним лет, сделать первый препарат, который влиял на включение или выключение этой функции. И, собственно говоря, с этого все и началось. И произошло это всего лишь навсего 3 года назад. Сегодня такое впечатление, что мы можем столкнуться с просто лавинообразным количеством новых лекарств, потому что количество молекул, которые распознаются на клетке под названием лимфоцит, оно не ограничено этим рисунком, а их гораздо больше. А здесь представлены те, которые сегодня хорошо и глубоко изучаются, и которые позволят вывести новые препараты к уже имеющему место препарату, который, значит, помогает вот как раз блокировать эту точку лимфоцита и в результате этого получать очень интересный эффект. Вообще, если говорить про иммуноонкологию, то я должен сказать, что важно отметить, что сейчас ее нужно называть, это направление иммуноонкология, а не онкоиммунология, к чему мы гораздо больше привыкли. Почему так? Потому что сегодня понятно, что именно фундаментальные достижения иммунологии привели к тому, что к ним подсоединяется и онкология. К ним может подсоединиться аллергология, может подсоединиться другое направление медицины. Вот подсоединяется онкология. И сегодня есть два направления в иммуноонкологии. Они изображены здесь. Первое направление – это направление, которое я бы назвал как направление по преодолению толерантности самой иммунной системы, то есть ее терпимости к любому патологическому процессу. Это происходит при контакте известной клетки, которая называется дендритная и так называемого наивного лимфоцита. А второе направление – это совершенно другое направление. Это направление, которое предусматривает защиту уже обученного лимфоцита, защиту его от опухолевой клетки. Потому что есть куча механизмов, о которых я отдельно сейчас поговорю. Но вот в отношении первого направления, то есть преодоление толерантности иммунной системы, как ее всколыхнуть так, чтобы затрясся весь организм. Ну, один из вариантов – это заблокировать рецептор, который и был открыт 30 лет назад. Этот рецептор называется рецептор лимфоцита, или даже точнее цитотоксического лимфоцита четвертого типа. Этот рецептор в норме связывается, когда происходит контакт между дендритной клеткой и лимфоцитом. А этот контакт для чего нужен вообще в природе? Лимфоцит же напрямую не действует, он не бьет никого напрямую. Он должен понять, что является вредоносным началом. А это начало представляется на комплексе гистосовместимости дендритной клетки. И эта реакция не может окончательно произойти, если не будет, помимо этого, не поступит активационный сигнал. И в природе так устроено, что есть два рецептора лимфоцита. Один называется CD28, а другой – вот этот самый. И оба связываются с одним и тем же, с костимулирующей молекулой B7. И чаще связываются как раз вот таким образом, как здесь, вернее, наоборот. Вот этим образом чаще связывается, потому что происходит торможение. Торможение реакции, и лимфоцит не реагирует, то есть не может преодолеть толерантность. А если заблокировать это место, то тогда можно рассчитывать на то, что пойдет активация сигнала. И, собственно говоря, препарат является моноклональным антителом. Но я хочу вам сказать, что на самом деле препаратом является лимфоцит. Потому что это антитело, будучи препаратом, формально говоря, является комплиментом специальным. То есть мы знаем, что в работе иммунной системы есть комплиментарные вещества. И вот здесь моноклональное антитело выполняет роль и функцию комплимента. После чего лекарством становится лимфоцит. Понимаете? Это очень интересно. И было сделано два основных крупных исследования, которые показали состоятельность лечения эпилемумабом. Потому что, собственно говоря, это не является лекарством противоопухолевым, этот препарат. И тем не менее, для меланома было показано, что он работает эффективнее, чем работает, например, химиотерапия. Это вот здесь было показано. И в первом самом исследовании тут был такой дизайн интересный, что хотели протестировать, как будет взаимодействовать это лекарство с вакциной. Потому что вакцинное направление, оно этим направлением очень интересуется, развивается. Но пока что результатов нет. И вот считали, что эпилемумаб может быть тем самым средством, которое может наводить вакцину. И таким образом иммунная система заработает и будет под воздействием вакцинной приманки работать более совершенно. Я хочу подчеркнуть, что не являясь онкологическим или противоопухолевым средством, препарат показал интересные вещи. Во-первых, показал, что относительный риск во время лечения этим препаратом существенно снижается у пациентов. Цифра 0,66 означает, что этот риск снижается на 34%. То есть, если пациент получает эпилемумаб, он на 34% себя обезопасит от продолжения болезни и появления новых признаков этой болезни. Тут это наиболее важным, даже более важным является, чем цифры годичной и двугодичной выживаемости, потому что эти цифры могут быть совершенно разными, зависит от того, каких пациентов подобрали в это исследование. Но по всем сегодня существующим важным точкам контроля препарат показал свою эффективность. И очень много было сделано исследований, которые были как рандомизационного, так и нерандомизационного характера. И вот те, которые не рандомизационные исследования, это так называемые исследования расширенного доступа. Ну, в принципе, что можно сказать? Можно видеть совершенно очевидно одну важную цифру, даже две. Первая цифра – это то, что трехлетняя выживаемость при лечении непротивоопухолевым препаратом равняется определенному проценту чуть больше 20. И второе, что она практически не сильно меняется. Не сильно меняется при последующем наблюдении за пациентами, то есть и 7-летние, и почти что 10-летние наблюдения говорят, что эта цифра остается на своем месте. То есть это говорит о том, что перепрограммирование иммунной системы приводит к стойкому сохранению результата. То есть то, что не получается сохранить при применении обычных средств противоопухолевой терапии. На этом слайде можно видеть, что есть незначительные отличия, я подчеркиваю, незначительные, в пользу тех пациентов, которые не лечились, или же те, которые получали лечение эпилемумабом уже не в первой линии. На самом деле считается, что препарат работает одинаково, что как будучи назначенным для впервые леченных пациентов, так и леченных-перелеченных, потому что он не является химиопрепаратом, и к нему не может быть выработана та резистентность. Скорее, может быть, убитая иммунная система в каком-то смысле может объяснять различия в этих процентах. Таким образом, можно говорить о том, что, да, препарат не держит сразу какую-то очень высокую планку, но ту, которую он достигает, он держит ее, можно сказать, навсегда. И это очень дорогого стоит. Потому что, повторюсь еще раз, другие препараты из арсенала противоопухолевых средств так делать не могут. И интересно еще и то, что комбинация его с докарбазином одинаково эффективна с монорежимом. То есть нет никакой разницы. Иными словами, этому препарату не нужна химиотерапевтическая поддержка и сопровождение. Теперь несколько слов о другом направлении. О направлении, когда нужно спасти от нежелательной, предварительной или же, как она называется, программированной смерти, лимфоцит. Лимфоцит, после того, как он прошел подготовку в лимфатическом узле, и его цитотоксический рецептор знает, с чем бороться, он знает этот антиген, он может нанести этот удар опухолевой клетке, но все клетки и опухолевые, и обычные соматические, они имеют на своей поверхности рецепторы программированной смерти. Или же леганды к этим рецепторам. И очень часто, мы знаем это совершенно достоверно, происходит стыковка леганды с рецептором, в результате чего опухолевая клетка останавливает занесенную руку с кинжалом, и лимфоцит погибает. И, соответственно, задача спасти лимфоцита достигается блокировкой вот этого пространства между рецептором и элегандом, можно заблокировать и то, и другое, но в реальной жизни сегодня есть два препарата, которые блокируют сам рецептор, это Нива и Пембролизумабы, которые сегодня уже имеют регистрацию, и схожую регистрацию, потому что и тот, и другой препарат в первую очередь регистрированы для лечения метастатической меланомы. У Ниволумабы есть уже и регистрация для лечения рака легкого. Надо сказать, что оба препарата являются, безусловно, препаратами с более широким спектром действия, то есть опухоли головы и шеи, и возможно, что ближайшие клинические исследования найдут новые и новые модели опухолей, которые будут чувствительны к этому лечению. И здесь вот приводится пример сравнительного исследования, где Нива, Лумаб, выступает, как и Ипилимумаб, выступает в борьбе за первенство с дакарбазином. И, естественно, очень легко его побеждает. Причем вот эти кривые, я думаю, что многие знают другую группу препаратов, это киназные ингибиторы. Там примерно такие же кривые относительно их эффективности в сравнении с дакарбазином. Поэтому мы видим, что эта группа и это направление даже более эффективна, чем группа, которую возглавляет пока что в одиночестве, Эпилимумаб. Потому что здесь мы видим вполне солидные цифры, которые между собой примерно одинаковые, и которым сильно проигрывает химиотерапевтический агент. Таким образом, сегодня мы, вообще-то говоря, собрались здесь для того, чтобы обсуждать исключительно вот эту часть, которая нацелена на борьбу с меланомой. Но есть еще и таргетная терапия, о которой я упомянул. Там эффективные препараты. Дело в том, что здесь таргетная терапия, она эффективна у 50% больных. То есть она 50% к сожалению не подойдет. Иммунотерапия в этом смысле обладает более широкими, скажем, возможностями и может подойти при условии, при условии хорошего состояния пациента, может подойти, наверное, почти любому. И в сущности мы должны понимать, что владеем сегодня как минимум двумя интересными направлениями. Но мы сегодня поговорим все-таки об ингибиторах точек контроля. И я на этом сейчас останавливаюсь, потому что мне нужно не одному здесь быть, а с моими коллегами. Вот. Значит, я не знаю, мы как вопросы задаем, не задаем, идем. Потом хорошо.